Добрый вечер дорогие друзья! В эфире программа «Собственные персоны». Ее сегодня веду я. Меня зовут Алексей Хатиновский. У нас сегодня получится программа своего рода продолжения нашего вчерашнего разговора. Если вы помните, у нас был депутат областной думы Александр Костин. Он много рассказывал во время программы. Часто звучало имя Сергея Авдеева. Вот сегодня Сергей Александрович у нас в гостях. Я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что заглянули к нам на огонек. Сергей Александрович, во-первых, на титре указано, что вы являетесь владельцем двух крупнейших предприятий Дядьковского района. Это мебельного концерна «Катюша» и Хрустального завода. Давайте мы начнем с Катюши. Но прежде всего я хотел бы получить ответ на вчера появившийся у меня вопрос. Когда завел разговор о вас, депутат нашей областной думы, он сказал, что в Дядьковском районе все очень неблагополучно обстоит с предприятиями, которые закрываются один за другим. И фактически налоги, которые собираются в районе, они собираются за счет ваших двух предприятий. Но при этом он сказал, что развиваются эти предприятия, и Хрустальный завод, и мебельный концерн не благодаря, а вопреки, имея в виду помощь из центра. Вот скажите, пожалуйста, из нашего, скажем, областного центра. Скажите, пожалуйста, как-то вы могли бы прокомментировать это высказывание? Ну, во-первых, конечно, каждое предприятие это по-своему. Свои проблемы и то, что они сегодня закрываются, это не только администрация в этом виновата. Хотя определенное участие, ну, она должна, я думаю, делать. Вот. Ну, наверное, счет все-таки от личности самого собственника, там, или главного директора, кто возглавляет предприятия, от этого много зависит. Как он чувствует рынок. Вот. Поэтому говорить, что только там из администрации я бы не стал. Значит, хотя администрация должна вмешиваться, помогать и решать эти вопросы. Мы с вами встречаемся не первый раз. И, в общем, на протяжении, ну, буквально там, сколько там, года, последних лет, трех-четырех, вот так вот, я отмечаю, что вы уже в то время, будучи уже сложившимся, как принято сейчас говорить, самодостаточным человеком, тем не менее, на достигнутом не останавливайтесь. Мне бы хотелось первую часть программы посвятить развитию именно мебельного концерна «Катюша». Вы мне показывали на нашей предварительной встрече проспекты и новые линии, которые вот под брендом DMI появляются. Если можно, поподробнее расскажите, а мы тем временем и покажем нашим телезрителям, пока вы будете рассказывать, как развивается производство и что это за новые линии. Ну, начнем с того, что мы сегодня меняем свое название, делаем ребрендинг. Значит, мы из Дядькова превращаемся в DMI. Значит, это связано с тем, что задача перед компанией – стоять и выходить на внешние рынки. Это, вот, следующий год мы планируем выставляться в апреле месяце в Милане, стоять рядом с лучшими итальянскими компаниями, и на их же высоком уровне исполнения. То есть, мы сейчас эти готовим программы. Ну, и DMI – это, как бы, мы начало положили, скажем так, к зонтичному бренду. То есть, в его состав будет входить несколько суббрендов. Вот, одно из них сейчас на выставке в мае мы как раз показали. Это очень современная, стильная, яркая мебель для современных людей, таких жизненных принципов. Очень много цветного. Это мы создали вместе с итальянскими дизайнерами. Вот, она очень демократичная, не такие большие цены. Это специально для молодежи, для молодых семей, которые там могут, не могут себе позволить большие деньги на мебель, но хотят сегодня жить современно, красиво, значит, в своем индивидуальном интерьере. Но, тем не менее, я должен заметить, посмотрев эти вот проспекты, что вид у этой мебели достаточно дорогой. И линии выстроены, как вы любовно мне комментировали, вот эти вот фотографии этой мебели. Линии настолько выверены, что буквально, что называется, шаг вправо, шаг влево, несколько сантиметров вправо или влево, и сразу же потеряет смысл эта конструкция. Да, при внешней простоте все гораздо сложнее в производстве. Потому что очень действительно выверенные линии, и вот эти очень точные линии, пропорции, они создают гармонию. Но вы бы назвали этот стиль мебели хай-тек все-таки? Ну да, наверное так, хай-тек. Там есть вот и молодежные, и много представлено корпусные так называемые, да, мебели, уже закрепившиеся названия. И детские там тоже совершенно очаровательные. В этой линейке мы, вот как раз в этом DMI Orange, это наше новое название вот этой марки, она, собственно, дает возможность от прихожей, значит, гостиную, спальню, детские, молодежные, все сделать в одной стилистике. И плюс там 8 дополненных модных таких трендовых цветов, которые дают возможность тебе самому компоновать под свой вкус. Можно более мягко, можно более ярко. Ну там в основном оттенки серого, насколько я могу заметить, да, превалирует как-то серый цвет. Нет, это только основной цвет, там два основных цвета, а вот очень много дополнительных. И они создают акценты. Ведь женщины любят создавать интерьер. И мы как раз сделали каталоги, и дизайнеры, декораторы итальянские помогают правильно подобрать, чтобы это было красиво. Используя те элементы уже мебели, которые у вас уже сегодня есть. То есть, скажем так, достаточно демократично. Но ты видишь, когда заходишь, ты видишь, что ты живешь в очень современном, сегодняшнем мире, и тебе самому приятно. Соблюсти некоторые аксессуары. То есть, мы кроме того, что даем мебель, мы сейчас предлагаем набор аксессуаров, которые тоже мы подобрали вместе с итальянскими дизайнерами, бывая на выставках в Европе. И все эти вещи, они компонуются и создают атмосферу тепла, уюта, радости, свежести. Вы упомянули, что будете выставляться в Милане, и ваша мебель будет стоять рядом с лучшими образцами итальянской мебели. В Италии, насколько я знаю, очень развито мебельное производство. И там это фактически так называемый фамильный, то бишь семейный бизнес. У них традиции, и вот как семья какая-то начинает выпускать это вот. И у нас, мне приятно, что вот, так сказать, вы себя позиционировали именно как владелец концерна. Не просто там, как принято говорить, да, генеральный директор, а именно владелец. Означает ли это, что у нас в перспективе тоже может стать каким-то фамильным бизнесом мебельным? Ну, дай бог, но, допустим, сегодня мой сын занимается вместе со мной, мне это очень приятно. Наверное, не только в Италии, в Германии есть, когда люди там четыре поколения, пять поколений, там занимаются одним каким-то делом. Это было бы очень отрадно. Но в жизни все бывает, поэтому разные компании по-разному подходят. Вы упомянули, что в создании этой новой линии вам помогали итальянские дизайнеры. Но это здорово, конечно, и тем не менее напрашивается вопрос о, пометуя о фразе «кадры решают все», все-таки у нас можно подобрать, воспитать, взрастить на нашей почве дизайнеров, которые будут успешно соперничать с итальянцами? Ну, наверное, вы понимаете, у них уже, я не знаю, в десятом поколении это заложено, и весь мир берет истоки. Хотя там школы и в Штатах, и в Европе есть большие дизайнерские, но все равно все тренды со мной идут с Италии. И мы это понимаем. Но в Италии и мода тоже, да, итальянская мода, которая славится на весь мир, не хуже, чем французская. Но, тем не менее, у нас же есть тоже свои Зайцевые, Юдашкины. Да, да, конечно, но тут, в принципе, есть большое многообразие. Умеешь ты, есть общие тренды, которые идут. А вот уже привязать ту же одежду Юдашкина, чтобы она соответствовала тренду времени, да, общей, скажем так, общемировому. Это, используя там свои, там, наши, допустим, российские какие-то узоры, орнаменты, это очень здорово, это надо уметь. И, кстати, очень многие дизайнеры европейские, они как раз используют наши рисунки. И дочи Габана, и прочее. Просто, когда, вот, касаясь темы моды, там уходишь корнями очень много, даже неожиданно. Скажите, а для мебели используется наш лес? Ну, да, у нас, собственно, мы сегодня представляем из себя предприятия, начинающие от заготовки, у нас несколько предприятий, производство ДСП, производство мебели. То есть на всех стадиях мы контролируем качество, вот, и это, как бы, качество, это неотъемлемые условия производства нашей мебели. Начиная от плиты, от поверхности плиты, начиная от крошения, технологий, которые мы закупили, бумаги, пленки. И все, что мы закупаем, мы стараемся брать на самом высоком уровне. В принципе, у нас как раз бренд, что мы делаем сегодня, он поможет нам, мы разводим немножко покупателей. Потому что одни говорят, у нас очень дорого. Другие говорят, нет, вас дайте подороже. У нас сегодня разные клиенты, которые, ну, вот, для примера могу сказать, у нас есть спальня стоит 50 тысяч, а есть спальня стоит 600 тысяч. Понятно, что они должны стоять в разных местах, и чтобы не путать потребителя, да. И мы, с другой стороны, мы не дешевая компания, мы выпускаем хорошую, качественную мебель. Просто так качество не достигается. Это вот надо понимать. Конечно. Фактически у вас на Абрянской земле конкурентов нету. Мы, будем так констатировать факт, дядьковский концерн, Катюша, он, ну, уже день и мая, будем говорить, да, он является своего рода, как это раньше было принято говорить, таким градообразующим предприятием, ну, можно сказать, да? Да, да, конечно, ну, сегодня я, насколько вот помню по цифрам, 60% бюджета района даем сегодня мы. Ясно. А скажите еще, где в Брянске будет представлена эта мебель, и вообще, насколько широка география поставок мебели ДМА из дядькова? Ну, сегодня мы поставляем, начиная там от Камчатки, значит, Владивостока, все, в общем, скажем так, все города с населением 200 тысяч плюс во всех мы сегодня присутствуем по России. Также присутствуем в Прибалтике, Вильнюс, Сталин, Рига. Присутствуем мы, значит, в Белоруссии. Сейчас будет открываться 8 магазинов в Крыму, вот буквально наши ребята приехали. Так, до этого мы были и в Донецке, и в Киеве представлены, но сейчас с этими событиями, конечно, там немножко-то все заглохает. Вот. Казахстан очень много, вот. Азербайджан. Ну, и... В Азербайджане, наверное, просят за 600 тысяч. В Азербайджане тоже люди разные и просят и ту, и ту. Вот. В принципе, скажем так, вот и задача наша, следующий шаг, это выходя там на уровень европейский, значит, мы вот это название сделали и, конечно, смотрим, что уже будем расширять географию. Я знаю, что небольшие компании, которые несколько раз меньше нас в Италии, работают там не только на рынок итальянский, а по всему миру, они там и в Бразилии, и в Штаты, и Индия, и Пакистан, по-разному. Вот они до 40 стран мира поставляют, и за счет этого они удерживаются на рынке стратегически, потому что сейчас рынок Италии мебельный упал, и те компании, которые работали на внешний рынок, они остаются живы. Значит, что касается у нас, вы говорите, салонов сколько у нас, но у нас где-то 400 салонов сегодня, значит, вот Демиа и Оранж, мы планируем за два месяца открыть 100 салонов. По России, вот он будет очень широко представлен. У нас в городе? У нас в городе мы планируем, сейчас и наш дилер, Алексей Харченко, он ищет сейчас место, где выставить эту новую линейку. Потрясающе трудно, интересное, сложное, очень трудное, по-моему, дело, потому что конкуренция, по-моему, огромная. Конкуренция большая, да, но то, что мы приобрели сегодня, очень много технологий, фактически сегодня все технологии современные все есть у нас. Есть, уже планируем что-то новое делать, постоянно приходится инвестировать, постоянно делать рекламу. Сейчас начнется тоже большая реклама, там, с середины года, она пойдет на это по 20-30 городам России, ну, основным, где наша мебель представлена. Вот более широко по телевидению. Ясно. И тем не менее, несмотря на то, что перед вами сейчас стоит вот такая сложная задача, вы взваливаете на себя еще и хрустальный завод, и завод, который, в общем, лежал не то, что на боку, а практически находился чуть ниже плинтуса. И взваливаете, и упорно пытаетесь, стараетесь его поставить на ноги. И это второе предприятие в Дядьковском районе, которым можно повторить слова депутата Костина, которое пусть через какие-то тернии, но развивается. Не благодаря, а вопреки. Когда я был на открытии аэропарка, то нас водили по залам, по всем этим бутикам, и с гордостью ведущий сказал, что у нас единственный бренд, который представлен наш местный, это Мальцов Хрусталь. Вот этот вот, я сразу отметил, потому что очень со вкусом классного. Наформлен был вообще, на контрасте цветов, все это было так, в общем, как-то вкусно сделано. Так почему все-таки происходит такое, не могу не вспомнить классика, дым отечества нам сладок и приятен, ну так надо же это отечество как-то продвигать. И то, что у нас единственный бренд в таком здоровом магазине, и то, что у нас Дядьковский Хрусталь издавна славился. Я помню, когда я служил в армии, такой забавный достаточно случай был, значит, в то время, это были середины 80-х годов, было очень популярное, штампованное, тогда Хрусталь был в каждом доме, это считалось признаком богачества. И были вот эти бочонки, помните такие, примитивные штампованные бочонки, кружечки, да. С этими кружками можно было ехать в любой дом, в любой город, к любым дальним родственникам, седьмая вода на киселе, которые про тебя и думать забыли. И вот эти вот кружечки эти приносишь им в подарок, и они всем лели. Точно так же вот меня приехали навещать родственники в армию, и начальник части говорил, я тебя не отпущу, будешь каждый вечер приходить возвращаться в часть ночевать. А я ему раз и в подарок бочонки эти. И он говорит, иди, и неделю можешь вообще не появляться. Вот какова была сила брянского нашего дядьковского Хрусталя. Итак, что сейчас происходит? Я знаю, что трудности в высшей голове. Ну, сейчас процесс, в принципе, мы этот проходили на... Когда я в 96-м году возглавил ДОС, в принципе, это было также умирающее припиятие. Вот, и, в принципе, процессы, они одинаковые. Вот, мы сейчас первое. Во-первых, у нас на припиятии нет ни площадки. Значит, поэтому пришлось купить площадку. Значит, я выкупил старую площадку Хрустального завода. Значит, с той площадки нам пришлось уйти, потому что приставы и владельцы нас, мягко говоря, попросили. И сейчас мы, за это время, конечно, мы подготовились. Значит, в августе месяце мы планируем запустить печь. Там должно прийти еще кое-какое оборудование. Вот. И вопросы сейчас идут, конечно, в том плане, что люди, ну, может, уже устали верить и не доверяют тем изменениям, которые идут. Они болезненны для них. Значит, по разным причинам. Ну, давайте назовем их эти причины вслух. Чего же там говорить. До вашего прихода на, насколько я знаю, на этот самый Хрустальный завод, в принципе, мягко говоря, нам наблюдалась утечка. Материала. Как-то вы перекрыли эти каналы? Ну, вы знаете, я сам, Дядьковский, и мой брат работал как раз в химполировке. Поэтому, да и, как говорится, мы сами знаем, где можно было взять Хрусталь, у кого на дому, где подешевле, чтобы потом вот так же, как вы рассказывали, вести это все. Все это известно. И последние годы завод был ничей, скажем так, да. Поэтому только, как говорят, нежелающий вообще ничего делать не зарабатывал на Хрустале. Да, процветало воровство. Ну, мы пришли, мы первое это перекрыли каналы воровства. Постарались максимально. Я понимаю, что все не закроешь, но максимально надо было закрыть. Сегодня печь вырабатывает, вырабатывала 15 тонн в среднем в сутки. Значит, мы на себя на производство брали две, ну, и еще несколько тонн, как правило, уходило до нас. Вот так. Значит, поэтому мы знали, что вот есть люди, у которых полные гаражи и пол дома завалены, как мы называем, гладьем, то есть без огранки. Потом это в домашних условиях нарезалось, химполировалось, а это вся кислота, эти все сливались или в канализацию, или у нас были вопросы, от санэпидстанция поднимала много вопросов, чтобы в итоге они оказывались в наших озерах. Вот. И кислота, которая тоже ворвалась. Поэтому, придя, мы начали наводить порядок, закрыть эти каналы воровства. За эти полтора года, видно, эти запасы подистащились. Мы это чувствуем по нашему местному рынку, на котором всегда было хрусталя. Сейчас наших хрусталя там осталось немного. И, конечно, люди, привыкшие работать и зарабатывать больше, неофициально, скажем так, они понимают, что сейчас это каналы перекрыты. И сяк лично доходит. Хотя мы зарплату примерно увеличили с 15 до 10-30 тысяч рублей. Вот. Вот сейчас было недовольство. Я слышал, что вплоть до попыток какой-то бастовать. Да, ну, были и такие забастовки. Мы не будем работать. Хотя вот мы сегодня как бы и знаем людей, которые там должны, а вернее люди уже знают, что они должны пойти на новое предприятие. Но, тем не менее, они начали бастовать. Хотя формальный повод есть там задержка по зарплате, который был там раньше 4 месяца, сейчас стал 2 месяца. И говорят, что вот мне детей кормить нечем. Но в то же время он неделю назад взял новый джип за полтора миллиона. Значит, у нас на Катюше... Ничего себе кормушка детей. Да, похуже машины, чем на хрустальном заводе, на убирающем. Вот так. Ну, скажите, вот, если проводить параллель с мебельным концерном, да, то вы говорите, что все-таки вот со временем все устоялось, и специалисты появились свои, да. Вот как, что касается специалистов именно на этом хрустальном заводе, сейчас, по тем кадрам, которые есть сегодня, способны ли вы конкурировать, ну, с какими-то мировыми брендами, там, Мурана, там, Венецианское стекло и так далее? Ну, мы перед собой ставим задачу, чтобы стать одной из ведущей компаний, как сегодня мы на мебельном рынке, мы сегодня номер один, и то же самое хотелось бы сделать. Я всегда, ну, как бы ставлю такие задачи максимальные, потому что тогда нет смысла и выходить на рынок. Вот. Но купить технологии, там, оборудование, это не проблема. Проблема, конечно, вот больше связана с людьми. Даже у нас на мебельном производстве все равно 60% качества, при том, что у нас хорошее, отличное оборудование, зависит от человека. Вот. Здесь, конечно, еще больше. Человеческий фактор очень сильно влияет. Мы проработали сейчас вопрос такой. Во-первых, 20-25 лет фактически кадров не было. Люди, очень многие, состарились. Значит, надо новая кровь, да, приток. Значит, ее нет. Но есть люди, которые говорят, мы готовы прийти, которые уже работали, потому что специалисты учить там 3-5 лет. Это очень долгий срок. А жить-то надо сегодня, да, и продавать надо сегодня. Поэтому мы, понимая вот эту стратегическую задачу, что надо воспитывать людей, мы проработали вопросы с муранскими мастерами и готовы будем их привозить. Там месяц они у нас, месяц уезжают. И так в течение 6 месяцев. Наша задача, надо будет набрать наших людей, группу. Чтобы они не все время же будут ездить. Да, они не все время будут ездить. Чтобы набрать эту группу. Как это мы сможем сделать? Ну, я надеюсь, что мы это сделаем. Не любят у нас работать все-таки, да? Да нет, но люди сегодня готовы, некоторые, работать. Уже многие наелись поездками в Москву, там, на заработки. Хочется на месте быть семьей. Конечно. Вот, и поэтому, ну, им нужна стабильность. Вот, поэтому по Хрустальному заводу очень много там в течение, там, этих, там, 12-15 лет обещали, что что-то изменится. Ничего не являлись. И люди, конечно, веру потеряли. Ну, вот вы говорили мне о случае, когда целиком, целая партия Хрусталя была отправлена в брак. И как к вам ходили, пытались уговорить, что не надо браковать это, но тем не менее. Да, ну, вот мы начали с того, что, первое, это мы сделали хорошие запасы. У нас сегодня там запасы Хрусталя на один год работы, на один год продаж. Вот, поэтому мы можем себе позволить начинать работать по качеству. И вот, начиная работать по качеству, мы начали очень жестко делать приемку. Люди, как и люди, конечно, пытались это, даже бракованные изделия пропустить дальше. А потом, когда они сделали работу, говорят, а нам заплатить, а как же вы брак сделали? Вы что делаете для меня, для Авдеева? Авдееву-то не надо. А для людей, а люди-то не купят. Поэтому задача, чтобы сейчас не стать, значит, чтобы стать брендом, надо делать очень качественный продукт. И вот сейчас очень большое внимание мы уделять будем именно качеству. От этого все зависит. Потом уже качество, а потом остальное. Потому что даже сегодня, вот итальянцы разработали нам некоторые изделия, вот если опять переходить к людям, то мы не смогли сделать, что они сделали хорошие там современные рюмки. Нету целый набор. Именно от человека зависит. Да, да, да. Повторить не смогли. Там была такая ошибка раньше, когда человек работал, делал кувшин 20 лет. И он больше ничего делать не умеет. Сделал ему, говорит, графин, он не может. Поэтому есть вот здесь вот эта своя специфика. Больше, ну, надо универсионалу. Есть люди, которые ушли хорошие. Это наша задача их привлечь. И зарплата у них должна быть больше, чем сегодня даже, может быть, значительно даже больше. Но это не делается по мгновению волшебной палочки. Это вот должны пройти временные этапы. Плюс мы для себя определяем стратегию. И а что нам выпускать? Очень большое многообразие. Есть и старый, там, и 17-й век. Есть и в золоте, есть и в серебре. Есть гравировка, есть глубокая грань. Но это все опять надо суметь войти в тренд. В тренд то, что сегодня идет. Сделать какие-то новые изделия. Сергей Александрович, я перебил вас. Потому что, в принципе, у многих бытует такое убеждение, что хрусталь сейчас не моден. Что сейчас стекло, стекло, стекло. А хрусталь как-то отошел. Ну, тем не менее, вот да. Все идет по кругу, да, или по спирали. Вот, собственно, сегодня мы подходим. Да, хрусталь был не моден, не моден, не моден. И сейчас мы видим, вот первая сейчас тенденция пошла очень в Америке. Прямо ажиотаж. То есть, вот они первые наелись уже стеклом простым, да. И пошло наоборот. Хотят хрусталя, а его нету. Многие потеряли уже, да. Значит, этот тренд заметен сейчас и в Италии. Начинает восстанавливаться именно хрусталь. Поэтому мы сейчас в поиске, в таком, в рабочем поиске, чтобы определиться, чтобы, ну, четко попасть в рынок, да. И вот наш магазин, это как раз пробный такой шар. Мы продаем пока старые изделия, которые 30-40 лет делают, с нового ничего. Но он сегодня уже работает, работает в ноль. И нас это уже радует. Фактически, если там дальше делать, мы должны там построить федеральную сеть магазинов, таких бутиков по всей стране. Это достаточно просто сделать, если будет хороший товар. И если я человеку даю бизнес, да. Он взял, и он будет зарабатывать на этом, естественно. Вы говорили перед началом программы, так сказать, в кулуарах, да, что посмотрели, походили по бутикам московским и сделали вывод, что, в принципе, у нас не хуже. У нас в музее, да, можно найти экспонаты не хуже. И вот, возвращаясь к нашей вчерашней встрече с нашим депутатом Костиным, опять же, прозвучал, ну, от меня вопрос был, да, такой, насчет того, что почему же все-таки, почему же не пестуется, не выпестовывается вот эта вот, так сказать, единица, которая на весь аэропарк у нас, да что на весь аэропарк, на весь район, один из немногих брендов, по которым судят о Брянску, не только как вот город, где уныние процветает, как сказал один дизайнер модный, московский, побывав здесь, но чтобы у нас по Брянске не судили еще и по хрусталю и по мебели. И вот я задал вопрос, я знаю, что Дядьковский район курирует заместитель губернатора Анатолий Теребунов, но на что депутат сказал, что у меня такое ощущение, что от него кроме вставляния палок в колесах ничего нету. Почему вот такое происходит? Все-таки, ведь вы сами сказали, что во Владимирской области выделяется в гумернии, да, в регионе выделяется там сотни миллионов на развитие каких-то народных промыслов, у нас только палки со стороны заместителя губернатора. Ну, наверное, может, то, что я могла откровенно говорить, то, что есть, на самом деле происходит, это немногим нравится, особенно чиновникам, да, хотя ты это говоришь не для того, чтобы там себя воспеть, да, а для того, чтобы какие-то были решения. Вот во Владимирской области на гость хрустальный пришла исполняющая обязанность губернатора женщина, она сразу выделила 100 миллионов рублей на поднятие хрустального завода. Вот сейчас гость хрустальный заработал, да, это вот, чтобы добиться какого-то резкого результата. Значит, со своей стороны мы обращались в администрации, нам обещали, что помогут даже с кредитованием, но так это и не срослось. Поэтому мы избрали более, может быть, не такой быстрый, как хотелось бы, ход и более медленно идем. Что касается Требенова, он как раз, он возглавляет культуру, а мы сегодня видим последние события, что происходит и как сплотилась нация вокруг того, что происходит на Украине. И мы вспомнили свое, мы вспомнили, кто мы такие. Если я, помню, 10 лет назад ездил в Германию, и мне было стыдно говорить, что я с Россией, особенно в 2000-е годы, когда Ельцин, то сегодня мне не стыдно. А мы сегодня пытаемся забыть все свое, даже не возрождаем. Я начал сегодня готовить, год назад, такой, входя в хрустальный завод, вольно-невольно, надо делать привлечение туризма. Есть программы государственные, значит, это промышленный туризм в России. И самое главное, что под эти цели весь, можно, вот мы оцениваем, что мы можем этот кластер создать, взять, где-то в полтора миллиарда рублей надо будет на этот. В основном это бизнесмены, это часть субсидий идет администрации области, и 30%, а это 500 миллионов, может поступить с федерального бюджета. Вот я удивляюсь, что со стороны Трибунова как раз вот был негатив полностью, везде блокировки-то шли. Вроде бы, даже это не мне надо, это ему надо, как чиновнику, который отвечает за культуру в нашем регионе. Ну, видимо, у Анатолия Трибунова все понятие о культуре связывается с его газетой, которую он пестовал, я имею в виду этот вот перекресток, и в который он предпочитает вкладывать в нее деньги, дабы все же выписать в розовых тонах. Ну что же, спасибо еще раз вам, Сергей Александрович, что вы пришли. Я думаю, ну, это ни в коем образом не советует, потому что вы сами это прекрасно знаете. Я не сомневаюсь нисколько, что у вас все получится, и получится без всякой помощи извне. Вы сумеете добиться всего, как добивались на протяжении всей жизни. Я терпеть не могу, люди, которые меня знают, что я не выношу банальных фраз и высоких фраз, тем более, но пусть это прозвучит, пусть это будет воспринято вами с долей иронии, или даже самой иронии, но как тут не вспомнить. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, ну и так далее по тексту. Спасибо вам большое. Всего доброго, дорогие друзья. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова